Яна после рабочего дня возвращалась домой. В кустах возле дома она услышала какую-то возню и тихий скулёж. Она приблизилась к тому месту и увидела коробку с тряпками, а на них маленького щенка. На улице становилось холоднее, моросил дождь, и щенок мог не выжить. Яна приняла решение и забрала малыша домой. У девушки был сын, который очень сильно обрадовался щеночку. Однако последнее слово должно было быть за отцом Яны, Сергеем Викторовичем, который был строгим человеком и не любил животных в доме. Однако внуку удалось уговорить дедушку и Сэм, так был назван щенок, остался у них жить. Пожилой мужчина полюбил умного и послушного пёсика. Сергей Викторович вместе с внуком гулял с Сэмом, играл с ним. Также дедушка лично занимался дрессировкой и воспитанием щенка. Когда Сэм подрос, мужчина стал брать его на рыбалку. Пёс оказался очень верным и преданным другом для всей семьи и являлся не просто домашним животным, а полноправным её членом. Однажды Сергей Викторович отправился в гараж и взял с собой Сэма. Мужчина занялся ремонтом своей машины, а пёсик лежал на солнышке возле гаража и сторожил своего хозяина. Сергей Викторович случайно оступился и упал в смотровую яму. Он сильно поранил ногу во время падения. Сэм попробовал вытащить хозяина, но у него не вышло. Тогда пёс стал громко лаять, но поблизости не оказалось людей, тогда он побежал к дому привёл прохожего, схватив за штанину. Мужчина помог Сергею Викторовичу вылезти из ямы и оказал необходимую медицинскую помощь. Этот случай помог понять дедушке, что Сэм является действительно его лучшим другом. Дорогие зрители, если у вас были случаи, когда домашний питомец кого-то спас, расскажите пожалуйста в комментариях. Спасибо и до новых встреч!